Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Черепашки Ниндзя Безумие Мутантов. Продолжаем играть мы сегодня с составами от подписчиков. Также сегодня я буду прокачивать героев согласно ваших отзывов и комментариев. Что ж, начнем. И первым написал и оставил свой состав подписчик с ником Витя Двуреченский. Мой состав Лео Шредер Мультяшный, Дони Фильм, Рафи Дени. Так как это игра Черепашки Ниндзя Безумие Мутантов, здесь нету героев из мультика. Вот достаточно ограниченное количество, но я тем не менее возьму героев. Правда, как вы видели, друзья, там только четверо героев присутствует, поэтому не все ячейки будут заняты. Тем не менее, надеюсь, что победа будет у нас в кармане, хотя, чувствую, враг будет довольно-таки непростой. Итак, Шредера я нашел, вот есть Лео, осталось только добавить Дони и Рафа. Дони и Раф. Итак, сила нашего отряда 19716, у врагов 20700. Тем не менее, друзья, я уверен, мы победим. Вот так как наш отряд достаточно здорово прокачан по спецспособности. Итак, как видите, Лео наносит рубящий удар Гранитору. Вот, и добивает противника. Отлично. Шредер бьет когтями. Вот, Раф как раз накапливает энергии. И, прорываясь сквозь вражеский отряд, наносит серию мощных ударов. Вот еще Дони метает какую-то взрывчатку. И мы добиваем врагов. Да, вот так. Ну что ж, друзья, хорошая победа. Хороший бой. Хорошая награда, друзья. Фиолетовые, синие и зеленые кубы, которые важны очень для прокачки героев. Ну что ж, друзья. Идем с вами дальше. И я беру следующий состав от наших подписчиков. Итак, Геннадий Горин попросил состав Леонарда, Раф и Бибов. Итак, друзья, странно. Вот почему-то подписчики написали всего лишь трое героев. Трои героев. Друзья, непонятно почему так. Но сейчас мы попробуем справиться с тем, что у нас есть. Итак, всего мы можем использовать 5 героев. Но почему-то подписчик написал только 3. Итак, перепроверяю. Лео, Раф, Бибов. Лео, Раф. Ага, друзья, прошу прощения. Не спинтер, а Бибов. Все верно? Да, 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 да. Ну что ж, друзья. Давайте-ка посмотрим, сумеем ли мы втроем справиться. Враг, как видите, силен. Сильнее нашего отряда. Да, я не сказал силы нашего отряда. Но мы значительно слабее. Итак, пытаемся запинать вражеского току. Вот вражеский гранитный солдат нас обстреливает. В атаку идет Наполеон. Он бьет топором. Я просто в шоке. Итак, здоровье. Лео просело. Друзья, мы теряем Бибова. Если сейчас дальше пойдет, мы проиграем. Итак, друзья. Как видите, трое бойцов не сумели справиться с командой вражеских героев. Через счет четверем. Вот как-то никак удавалось справиться. Но в прием, к сожалению, это проигрыш. Это слив. Хотя, вот смотрите, как здорово. Раф сам один сопротивляется. Вот сейчас, надеюсь, добьет гранитного солдата. Вот чуть-чуть не хватило. Ну, давай, Раф. Я верю, у тебя получится. Да, да. Удалось допинать гранитного солдата. Вот. Итак, трое на трое. Мы бы победили без проблем. А вот пятером против пятерых оказалось слабовато. Итак, у Рафа не осталось здоровья. И враг, к сожалению, его добивает. Обидно, дал садно, друзья. Ну, ладно. Вот. Но это было, скорее всего, логично. Так, следующим написал подписчик Леон Ке. Мой состав Острозуб Лео Мики. Друзья, к сожалению, к сожалению, провальный состав. Почему подписчики начали только по три героя писать непонятно. Если в отряде всего пять. Друзья, ну нету смысла брать этот отряд. Вот я, конечно же, могу попробовать. Вот Лео Мики Острозуб. Но, скорее всего, это будет слив. Ну, давайте-ка, друзья, рискнем. Давайте-ка рискнем. В принципе, у Мики есть прикольная фишка. Он может оглушать. Но я не уверен, что это нам что-то даст. Ну, давайте-ка рискнем. Давайте-ка рискнем. Итак, Лео Мики у меня есть. Еще есть, чем мне нужен Острозуб. Острозуб. Табли зуб. Друзья, кстати, друзья, подписчик ошибся. В этой игре у нас нет Острозуба. Вот. Нас есть. Нас есть из героев. Вот. Многих героев. Но Острозуба у нас есть. Есть Рокзар. Вот. Немножко он похож на Острозуба. Вот. Это все, что у нас есть. Да, наверное, друзья, подписчики имели в виду Рокзара. Вот 15 тысяч. Ну, давайте-ка, друзья, сразимся. Вот. Кто смотрел, друзья, мультик Черепашки и Ниди Легенды, там вначале Крис Брэдфорд превратился в Острозуба, а потом в Рокзара. В этой игре нет Острозуба, есть Рокзар. И давайте-ка посмотрим, сумеет ли тройка героев справиться с пятеркой врагов. Ну, предыдущая тройка проиграла. Ну, а вот я здесь, друзья, надеюсь, что Микеланджелос умеет оглушать врагов. Он сможет вот ударом на нюнчаке сразу же оглушать троих. И, друзья, мы потеряли Рокзара. Мы потеряли Рокзара. Вот. Мы потеряли Лео. Микки оглушает. Ну, и, как видите, друзья, это тоже оказался провальным составом. Вот враг сильнее. Втроем против первых играть очень тяжело. Сложно. И мы проиграем. Хотя, вот, Микки допинал гранитного солдата. Вот. Но с Пингизом. Вот. И с Дементором он не сумел справиться. К сожалению. К сожалению. Ну, что же, друзья. Вот такой вот нюанс. Только команды пять героев сумеют что-то делать. Так. Да. Ольга Петрова попросила, чтобы я прокачал Рокзара. Почему бы это действительно не сделать? Так. Давайте-ка я попробую сейчас пойти с вами дальше. Вот. Причем я сейчас накопил достаточно энергии в бутагенах для прокачки героев. Поэтому вот с удовольствием иду на щит. Встречу. Вот Рокзар сейчас у меня сто двадцать пятого уровня. Вот. Давайте-ка, друзья. Я его прокачаю до сто тридцатого. И, да, надеюсь, что дальше у нас будут опять же вот просьбы от вас относительно прокачки героев. Итак. Робот Ниндзя 12. Привет. Мой состав Кожеголовый. Микки Раф слэш Эйприл. Прокачай самого слабого. Одного на твой выбор. Бакстера Муху. Давайте-ка, друзья. Возьмем состав. Кожеголовый. Микки Раф слэш Эйприл. Друзья. К сожалению. По основному сценарию состав не пройдет. Не сумеет. Ну, а вот зачистить шестой канал очередной этаж. Мы сумеем с вами это без вопроса. Еще раз. Так. Кожеголовый. Микки Раф. Вот. Микеланджело Рафа я сейчас попробую оставить. Отлично. Кожеголовый. Что там еще? Так. Кожеголовый. Микки Раф. Слэш Эйприл. Слэш есть. И нужна еще Эйприл. Так. Сила нашего отряда. 24 172 единицы. И врагам сейчас будет не сдобровать. Отомсим за наши два предыдущих отряда. Которых враги запинали. Ну, вот смотрите. Как здорово. Слэш нанес серию оглушающих ударов. Вот. Продолжаем пинать противника. Эйприл усиливает. Подлечивает. Микеланджело оглушает. Вот. Кожеголов наносит мощные удары. Слэш когтями. Вот. Выбивает врагов. Ну, и вот осталось нам нанести только финальный добивающий удар. Вот. Микки просто супер. Вот. Оглушение. Вот. При помощи нычаг. Это что-то. Итак. У врагов остался только вот с топором Наполеон. И все. Вот. Пятером мы его пинаем. Добиваем. Ну, и скорее всего это будет победа. Да. Вот так. Вот. Совсем другое дело. Ну, вот. Просто-просто молодцы. Отлично сыграли. Отлично победили. И давайте-ка я посмотрю следующий. Да. Вот. Сразу же переходим к прокачке героев. Вот. Прокачай самого слабого. И одного на твой выбор. Бакстера муху. Ну, давайте-ка я попробую это сделать. Итак. Самый слабый. Сейчас посмотрим. Кто у нас. А вот. Да. Относительно моего выбора. Давайте-ка, друзья. Я не буду выбирать. Потому что я вешаю. Там выше кто-то из подписчиков тоже просил. Относительно прокачки героев. Итак. Самый слабый. Это у нас Дементор. 110 уровня. Я бы хотел бы его прокачать до 125. Чтобы у него появился новый скилл. Новая способность. Да. Вот. Итак. Выживая. Выдвижной кулак. Действует на врагов в радиусе одного клика. Наносит 1,02к единиц физического урона. Накладывает минус 40 к длительности на 8 секунд. Кроме того, друзья. Есть возможность прокачать им оружие Дементора. Вот. Его автоват. 257 единиц. Мне удалось прокачать до 362. Ну, вот. Здорово. А сейчас давайте-ка я попробую усилить Бакстера муху. Ого, друзья. Он всего лишь сотого уровня. Ну, что ж. Давайте-ка я его докачаю до 115. Вот. И я надеюсь, это нам поможет в следующих битвах. Кроме того, есть возможность прокачать оружие Бакстера мух. Ничего себе. Была всего сотня повреждений. Удалось докачать до 341 единицы повреждения. Просто супер. Ну, что ж, друзья. Итак. В принципе, я считаю, просьбу подписчиков выполнил. Пока прокачивать героя не буду. Вот. Выполнили лучше следующую просьбу. Так. Виктория Мурзина попросила, чтобы я... Привет. Прокачай. Фрости. Трэго. Мой состав самый сильный. Ну, вот, друзья. Совсем другое дело. Итак. Прокачиваем Фрости и Трэго. И берем состав самых сильных героев по прохождению. Так. И так. И так. Фрости и Трэг. Фрости у нас 125 уровня, друзья. Давайте-ка на уровень подниму. Вот этого, мне кажется, будет достаточно. Да. Кстати. Давайте-ка я покажу этого героя. Вот. Фрости. Вот. Какой он крутой. Друзья. Удалось мне купить недавно этого персонажа. Несколько серий назад. Вот такие вот трюки он делает. Отлично. Итак. Фрости прокачал. А теперь, опять же, попробуем выполнить просьбу подписчиков. Где наш тракт? Гранитный солдат. Вот он тракт. 120 уровня. Эх, друзья. Не хватает до 125, чтобы прокачать новый скилл. Ну, друзья. Что сумел я прокачал. Ну, а сейчас давайте-ка отправимся в битву. Возьмем состав самых сильных бойцов. Прежде. Да, друзья. Давайте-ка я соберу вот награду. И я думаю, друзья, прежде чем взять состав самых сильных бойцов, давайте-ка попробуем улучшить персонажей. Причем, вот, надеюсь, что улучшение пройдет неплохо. Вот. И, опять же, нам удастся улучшить самых лучших персонажей. Итак, друзья, обратите внимание, вот у меня уже 6000 зеленых кубов, 2000 синих и 900 фиолетовых. Когда мы наберем 1000 фиолетовых, у меня будет возможность открыть нового героя или усилить того, что у меня есть на 4 звездочки. Ну, это мы сделаем в следующем видео. Вот, наберем как раз 1000 фиолетовых кубов. Ну, а сегодня я улучшаю героя. Итак, Донни удалось улучшить на 9 единиц, плюс получить награду 25 синных бонусных кубов. Плюс еще усиление Донни на этот раз на 10 единиц. Просто замечательно. Вот, опять же, плюс бонусные кубы. И я в шоке, друзья, что это делается, друзья. У нас идет усиление Донни, и все. Вот, и еще один куб. На этот раз суперирма улучшена на 3 единицы. Ну, что ж, неплохо. Так, давайте-ка, друзья, я попробую еще прокачать кого-то из героев. И Бибоб у нас улучшен, но непонятно на какое количество героев. Итак, еще 1000 кубов. Улучшай суперирму на 4 единицы. И все, друзья. Но зато у нас, друзья, есть вот 1000 синих кубов, благодаря которым мы можем улучшить, прокачать героя кого-то на 2 звездочки, либо 3 звездочного неплохо усилить. Итак, первая 1000 синих кубов улучшает Гранитора на 85 единиц. Это, конечно же, здорово, друзья. Но я бы был более доволен, если бы 2 звездочного героя перевели на 3 звездочку. Итак, еще 1000 кубов улучшает Рокзара на 199 единиц. Но, к сожалению, друзья, он уже был 2 звездочным. Но, тем не менее, награда фиолетовой кубы очень здорово радует. И да, друзья, в следующем видео я надеюсь, что мы откроем нового персонажа на 4 звездочки. Ну, а сейчас отправляемся с вами в битву. И надеюсь, что состав от подписчика неплохо себя покажет. Вот, кстати, прошу прощения, подписчица. Итак, Виктория Мурзина попросила состав самый сильный. Так, 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 так. Ну, давайте, друзья, я посмотрю. Итак, убираю Рафа. И самые сильные магии герои это Назоракс, Леонардо, Микеланджело, Сплинтер и Донателло. Ну, что, друзья, этим отрядом мы пойдем в битву. Вот, как видите, врагов, наш отряд 27 426 единиц. У врагов 41 474 единицы. И мы сразу же бьем с вами в бой. Ого, друзья, это бой против босса Крэнга. Друзья, кстати, а почему не было картинки относительно боя? Ага, наверное, друзья, я свернул. Наверное, я свернул, друзья. Итак, я не уверен, сумеем ли мы победить босса Крэнга. Вот, очень мощный замес. Очень серьезный враг. Пытаемся его уничтожить. Вот, постепенно снижаем здоровье босса. Вот, но мы теряем героя. Мы потеряли Сплинтера. Варбраг продолжает атаковать. Микки оглушает. Вот это здорово, друзья. Вот, Леон наносит очень мощные удары, рубящие мечом. Вот, так, продолжаем битву. Есть. Микеланджело оглушает гранитного солдата. Но Крэнг, в свою очередь, поджаривает наши герои. Итак, друзья. У нас 4 героя. У врагов трое. В принципе, перевес на нашей стороне. Да, удалось уничтожить еще одного гранитного солдата. Босс Крэнг заканчивает свою жизнь. Удалось его запинать. И добиваем граниттора, друзья. Победа. Победа. Вот только я не понял. Наверное, я свернул. Был вот видео, когда вот была заставка. Вот. Битва с боссом. Итак, друзья. Нам удалось открыть еще страничку комикса. Вот сейчас покажу. Да, 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 да. Вот. Битва с боссом. Надеюсь, это сработает. Проклятые рептилии в последний раз сорвали мой план. Вот. А, Донни выбил Крэнга. А вот как-то палкой. Проклятые черепахи. Технодром может поглотить силу разрушающих измерений. И покрыть целые вселенные. Вот. Ну, как-то так. Что ж, здорово, друзья. Итак, победа. Победа. Враг уничтожен. Вот. Да, я не собирал еще, конечно же, награды. Но уже в следующих видео, друзья, будем открывать. Вот. И не зеленые кубы. Давайте-ка я посмотрю, кто из подписчиков еще вот что оставил. Писал. Так, Макар Сычев, привет, прокачай прокачка на Мике. Друзья, если есть возможность, я прокачаю Микеланджело, но скорее всего не получится, так как я потратил целую кучу ингредиентов на прокачку других героев. Поэтому вот Микки сейчас уже на него ничего не осталось. Вот остался еще один состав от подписчика Назара Маркевича. Вот прокачай Мандагека, слэша, прокачай Мандагека, слэша Мандагека, дурака Рафа и Шредера. К сожалению, дружище, опять же, потратил весь мутаген. Хотя и было как бы очень много, 4 миллиона, но очень быстро этот мутаген разошелся. Поэтому, друзья, вот прокачка на сегодня уже вот заканчивается. Вот. И причем, друзья, на этом сегодня я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий, пишите в отзывах, комментариях, кто из героев вам больше понравился, кого прокачивать, усиливать в следующем видео. Я буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Ну и, конечно же, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых сериях. Всем пока, друзья, до новых встреч.